В жопу интро, приступим. Исключительно литературным языком. Да ладно тебе. Не больно же совсем. Да-да, давайте я влеплю снежком в лицо, в глаз. Она сочувственно отряхнулась. Мой воротник взяла за локоть и помогла встать. Аккуратно. С ней детская. Вот еще. Она с тобой рассчиталась. Нет еще. Как ты, она тоже с ней будет встретиться. Надо будет. Как это делать? Сегодня или завтра. Понятно. Так-так-так-так-так. Я немножко отлучился. Вы этого не должны увидеть. Но-но-но-но-но-но. Но-но-но-но-но. Так, ладно. Аккуратно с ней. Ой, с ней детской заботливостью снял. Снял маячки. Сдулась не в снежинке. А затем протянула обратно. Вот так. Один-один. Тоша. Нихуя не один-один. Два-один. Я тебе еще один влепить должен. Тошей. Меня называла только близкие люди. А я даже настоящего лица ее не видел. Не знал. Ни фамилии. Ни класса. Ни то. Есть ли у нее хвост под шубкой? Это, конечно, есть. Желаешь отыграться? Конечно. Мы хотели поискать Вову. Помнишь? Лучше поторопиться. А то меня родители станут искать. Листра... Лиса... Тьфу, блин. Лиса демонстративно зимнула. Хуя у нее там пасть. Что-то я пожалел о том, что ее выбрал. Короче, съебываем отсюда. Сматываем удочки. Как скучно. Да не будь ты таким занудой. Давай чуть-чуть поиграем. Все равно тебе дома тоскливо. А ты откуда знаешь? Тоже мне тайна. Со взрослыми, да в четырех стенах, тоска смертная. Всегда. У меня от стены взрослых нервный птик. Вот. Она задергала. Мохнатой лисей. Лисей бровкой так. Я не искренне хохотнул. Не решив до конца. Смешно ли это. Вот так шевелить частями маски. Ну же, Тоша. Решайся. Я же вижу, ты хочешь поиграть. И если победишь. Лисичка приблизилась вплотную. И встала на цыпочки. Едва не коснувшись шерстяным носиком моего лица. В глубине глаз. Тлели веселые огоньки. Пахло от нее чем-то приятным. Ягодно приторным. Возможно, так пахнет независимость и настоящая свобода. Когда у тебя все хлопота, что беситься и уплетать конфеты. Горячий шепот влился в мои уши. Если победишь, буду твоим провожатым. Окей. Поверь, мне есть что тебе показать. Да, не сомневаюсь. Пройдем твоему нову. Обязательно. Внутри меня? Внутри у меня? Жалость пружина. Че? Ладно. В животе заныло. Не сказать, чтобы было приятно. Как же странно. Только что я болтаю с Полиной. А теперь Алиса тащит куда-то. Чувство такое, будто я расщепляюсь. Раздваиваюсь. Как могильные кресты. На той жуткой пленке. А если проиграю? Душу из тебя выцарапаю неженько. Пучок херелый. Я ж тебя раком поставлю. Ладно. Давай, скорей. Засмеявшись, она махнула подлом и побежала к дороге, по которой мы шли в школу. Ее обещание. Чуть ли не угроза. Загипнотизировала меня. Я напугался. И зачерпнул снега. Вот было бы у меня специальное устройство, чтобы распознать, когда Алиса шутит, когда говорит всерьез. Или у таких, как она всегда. Третий вариант. Между шуткой и правдой, смехом и крачем дыханием на ухо. Я хотел победить. Наказать ее за быстроту и свободу, которой слишком много для обычной девочки. Азарт, любопытство и что-то еще, что-то неясное. Завладела моими чувствами. Опьянила. Как тогда, когда я наелся вишней из маминой наливки и лежал, сомгнув веки. А кровать вращалась подо мной. И голова ходила кругом, хуято набухался. Я сплюнул, вытер губы. Поиграть хочешь, лисичка-сестричка? Ну давай, поиграем. Вооружившись снежком, я ринулся за беглой лисой. Вот показалась незнакомая лиса так. За деревянными столбами. Уже совсем не страшным. Всего-то бревна, занесенные снегом. Крикнешь. Залают цепные псы. Люди высунутся в окна. Фигурка Алисы. Маячила впереди. Дразнилась. Но швырять в нее снежки с такого расстояния было напросто. Только зря снаряды было растратить. Вдоль расчищенной дороги Замаячила Искачелином Морозом березки. У деревьев Высился огромный снежный холм. Видимо сюда трактор Свозил снег со всего поселка. В такой горе Спрятаться целый выводок лисичек. Нет. Подумалось. Лисичка одна. Не бывает второй. Ее и одной-то слишком много. Возле Рощица Бегла моя Вторая Утренняя знакомая Дворняга С обяжшими лапками Принюхивалась. Она Пометила Голые кусты Смородины И шустрыми Засеменела к другим. Алиса Алиса вынырнула из-за холма. Жулька! За мной, девочка! Забачонка Подняла уши Одобритела Гафнула И побежала следом. Мы мчались все дальше И изредка Обменивалась Сниж... Сниж... Снижками Залпы... Снижками... Залпами Снижками... Снижками... Так... Насадил... Насадил на стучок Она же с простреленным Животом... И грудью... И стекала передо мной Выдаванной кровью И молила о пощаде Довясь смехом... Снижками... 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 Углонился Гогоча И возмущаясь Одновременно Добил Воительницу Двумя прицельными Выстрелами Живи Живи Минутку 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 Все вспомнил Не тужи Дорогой И не ахай Жизнь держи Как коня за усты Послай всех И каждого Нахуй Чтобы тебя не послали В пизду Запомнила? Молчи Ты умерла уже А да? Тоже мне помеха Давай сыграем в кое-что Поинтереснее Ну что? Ай Выстрелив слепую Она кинулась за деревья Раз Два Прилети сова Три Четыре Пять Время поиграть Я неуверенно Двинулся К бурелому Шесть Да шесть Дыбом волчья шерсть Померечься Что я действительно вижу хвост Скользящий по кустам Будто привязанный Я бросился туда Где ветки схлестывались Помогая Лисе прятаться Приходилось Раздвигать их Рвать Точно паутину Ветви пружинило В лицо Но не били А словно гладили по щекам А вспотел Но сил остановиться Предостаточно Врешь лисичка Поймаю тебя Голос Алисы путал Забурелым Семь Восемь Бьем копытом оземь Чё-то считалочка А я тебя недооценила Впервые слышу Думала ты просто мальчик Уверенный Что она стоит за Чахлой осиной Я выскочил На перерез Но здешняя акустика панула Теперь ее голос звурчал слева Снежок вылечил из темного укрытия Про свистел на духом Ладно я ни о чем не думаю Яркая листья шубка мечнула возле Трухлявого пня Я устремился туда Перепрыгивая через ров Зайчик выходи скорей Мясом накорми зверей Самым важным для меня сейчас был Меховой воротник Рыжеющий Рыжеющий За очередным деревом Губа моя задрожала Как у настоящего загонщика Почувствовавши добычу Рывок пелеца в моих объятиях Такая гладкая И желанная Она прислонившись К шашовой коре Засыпела Пожалуйста давай немного отдохнем Ты слишком быстрый Слишком сильный Лакомый Слишком В смысле лакомый Я не понял Ты че меня сожрать думала Ты че лиса совсем ебобо Довольный Довольный Я подбочился В ожидании награды За побежденный Ах ты сучка Но вместо приза Получил подлый снежок Свое напыщенное лицо Заливаясь хохотом Хитрейшая из хитрейших Рванула прочь Я даже не Не думал Сердиться Вот что То и не стало Надо Догнать Алису Опрокинуть ее Оседлать Это она тебя должна оседлать Сорвать с нее маску И увидеть все Бедный зайчик прыгает Возле мокрых сосен Страшно в лапы волку Серому попасть Думает о лете Прижимает уши На небо коситься Небо не видать Небо действительно исчезло За навесом крон Я ориентировался По лаю гульки Жульки Глупой жульки так Что не Не отставал от хозяйки И настигал А под ногами Малень Мелькала та самая тропинка Что я Представлял в школе Оказывается Нестись Во все Опор так легко Скорее Выше Быстрее Мне казалось Внутри Отворился Какой-то Потаенный Ларец С новыми возможностями Мои мышцы Гудели Легкие Увеличились А я сам будто Стал сильнее Даже Среди Не обострилась Я видел Каждую Леденелую Веточку Каждую Зазубринку На Коре У Кустов Валяло Что-то Пестрое Деталь Одежды Еще Одно Цвет Цветастое Пятно Справа Алиса Скидывала С себя вещи На бегу Как шкуру И я Окрыленный Стащил Зубами Варежки Раздеться Полностью И отдаться Ветру Да Остатка Скорее Я Потянулся Сбросить Шапку Махом Откинув Все что мешало Бежать По Нескончаемому Лесу Рюкзак Тормозил Я вышвырнул его в снег Вместе Со всеми Ручками И карандашами В пенале Цветными Цветными Тетрадь Тетрадями В линейку И клетку Со всеми рисунками На полях Динозавром Для Оли Оля И вдруг В голове Возникла Отчетливый Образ Сестра Застывшая У окна В предзакатном Цвете Маленькие Детские Ладошки Прижались К стеклу И согрев его Опечатались Она Бы Согрела Так Целый мир Оля Смотрела На тайгу И повторяла Мое имя Тоша Я остановился Глубоко Вдохнув И понял Вдруг Как все это Сумасбродно И глупо Раздеваться В лесу До Гола В погоне За лисицей И вернуться За рук Кузаком Будто за Оброненной частью самого себя И снова вспомнил Как сестра Я не любила Оставаться Дома Без меня Умоляла Вернуться После школы Как можно Быстрее Что же Брат Бегаю По лесу Которым 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 Дикари Делался Словно Хищная Стая Они Окружили Меня Вынуждая Пятиться Сообщение Написали Сейчас На минутку Что Мне написали Что Срочно Таранят Таранят Покою Не дают Так Лада Продолжен Так В нос шибануло Запах Пота И табака Во рту стало Кисло Словно Я лисал батарейку Алиса А Угу Хорошо Угу 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 Имя Спутницы Превратилось Вздавленное Степенье Сосны Качались Молчаливым Стражами Взгляд Мой Заметался Кхм 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 Я так Мечтал увидеть Заряди деревьями Лисичку Ждал Что она Придет на помощь Но лишь Вечер Отвечал На мой призыв Где Алиса? Что вы с ней сделали? Я вздрознул Когда Слышал свой голос Он Был неестественным Свирепым И пугающим Какая еще Алиса? У тебя че Кукуха поехала? Не сэй Ща в миг вылечим Заровняк Заровяк Заровяк Сплюнул сквозь щель Зубов И резно толкнул меня Так что я Впечатался Спиной в дерево Ну как Полегчало? Ебать то врач Неужели Неужели Лиса специально Заманила меня в ловушку К этим уродам? Нет Не верю Не желаю верить Ща короче иди Глядичка пацаны А здесь он не такой борзый Как в школе Ща короче этого Вырубаем с вертухи Этого слева Этого с правой Все понятно Ага Вылитый терпел Она Что охранил? Ты Сука Приезжая Не на того Руку поднял О Перстень Семен уже Двинулся На меня Замахнувшись То свистнул Внезапно Другой хулиган В спортивных штанах Оглушительно свистнул И здоровяк Покорно упустил Занесенную руку Это было неожиданно Главный в банте Оказался Небабурин На деле Все слушались Этого Похожего На хищного Зверька Парнишку С крепкими Острыми Зубами Бить не стали Видимо Собрались Для начала Поглумиться Слышь гондон Батькович Это что ли Твоя Алиса Кого Гондоном назвал Я не понял Я только сейчас Заметил Рядом с собой Дрожающую От холда Жульку На шерсть Которой Налили Комки Снега А Налипли Хулиган Присел На корточке И жестом Поманил Собаку Ой ты батюшки Алиса Ко мне Сучка Блохастая Ты что Охренел Так с собакой Разговаривать Остальные Мерзко Захихикали Собака Навострив уши Облизнулась И стала Осторожно Приближаться Иди Иди Дам Кой Чего То Что Животное Охренело Не успела Собака Принюхаться Как в живот Схватил Ее за ухо И с размаху Пнул под хвост Так что Она Полетела Скуля В ближайший сугроб Ах Сука Вся банда Взорвалась Мехом А у меня Сердце Обледенело Даже птицы Сидевшие На ветках Отозвались Испуганным Краем Боковым Зрением Я заметил Что Кто то Промелькнул В Амбованчивых Сумерках Спящего леса Или просто Кусты На ветру Шевельнулись За Индиви Велыми Шипами Веток Робка Она ж больше Срать не сможет А че смешного то Давай Теперь я Бля Бесят такие люди Тьфу На них Второй раз Ебану Минус на минус Да сплюсь Пиздец смешно Да ты прям Петросян Ну дворняга Уже и след простыл Чего ты Баран Втолкуй его на очкарику Где его место Только так Чтоб он понял Ага Да ним косяк на Какой косяк Этот Татькарик тебе при всем классе Все Ну и че он сам лес Это его косяк Да без б Семен демонстративно поднес к моему лицу увесистое кольцо, печатку с каким-то геометрическим символом. Ща, парашник, я тебе этой печаткой так заряжу, клейма на всю жизнь останется. И куда подевались мои? Потаенная сила и храбрость. Стой! Я просипел, стой, а голова мотнулась, взрешившись в кулак Семена. Красные искры брызнули из глаз. Беша, подсоби! А че, самому слабо? Семен грубо толкнул меня навстречу подонку. С роскошными глазами. И тот подставил подножку. Я упал на острую король льда. И толстяк тут же наступил на мою руку, не давая подняться. Из головы вырвались болезненные стоны. Слыхали, как заныл? А ты случи мне, педик? От злости обиды я начал задыхаться. Больно растало. Ухо пульсировало. И пекло. Точно его отрезали. А поверх пришили ком крапивы. И тут я почувствовал чистую, незамутненную ярость. Концентрент моей злобы. Как чернила спрута. Она всплывала из глубины сознания. Заполняла все мои мысли. Семен закоготал. Это стало последней каплей. Страх и злос остепились внутри меня, словно бешеные собаки. Он не деда занимался. Поняли? Он еще воевал. Таких, как вы, с закрытыми глазами убивает. Я только слово скажу, он... Ромка поднял руку. Остановив поток лжи. И сделал пару шагов вперед. А зачем врать-то было? Семен медленно упустил, дав мне возможность встать. Неужели поверили? Или его смутило мое... Прикошенное от ярости лицо. Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. Да ладно. В Афгане. А твой? На Второй мировой, блин. И мой. Да, и в каких войсках, интересно. Я замялся. Страх вцепился в глотку злости. И... Пустил ей кровь. Да, вон фуфло гонит, Ромка. Бля-будуна. Бля-будуна. Думал, меня так просто развести? Я тебя, сучонка, насквозь вижу. Хуй, я ты, чуренген. На лице Ромки появилась гадкая улыбка. Ничего хорошего это не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. В школе тебя учил, ты спасла. Ну а теперь все. Хана тебе. Так, не то. Во-во! Давай, Антошка. Молись тобой твой труп по весне нашли бы. Сидел бы ниже травы, был бы целочкой. Иди в жопу. Жирного стукнул, одно дело. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В дождь и моргу, блядь. Дождь и моргу, чё это такое? В переводе с персидского означало долина смерти. Клинсто, песчаная пустыня. Так, на ближайшем востоке, в юго-западной части Афганистана. Там во время афганистской войны советские войска уничтожали караваны с наркотиками, которые обменивали в Иране на оружие. Ага. Сёма, ушатай-ка его. Хулиганы вновь сомкнули кольцо, и я оказался напротив Семёна. Кровь стучала в висках. Ветки качались, как будто что-то шептая. Обнадёживали. Стиснив зубы, и борясь с мыслью, что вылежу глупо. Я встал в боксёрскую стойку, которую я частенько видел в кино. А ты чё, сомневался? Это была моя первая драка. Запомнила всю жизнь, если, конечно, не сдохну сейчас. Краем глаза я заметил, что тьма вокруг нас снова зашевелилась, будто в ней кто-то ходил куда-то туда-сюда. Я почувствовал клешни рома, схватившую за портфель. Монатки, Антошка. Махаться мешает. Слышь, фрейер, расслабься, а то больно будет. Ты чё, охренел, петушара? Вместо слов я выдохнул клуб пара. Ромка же дёрнул изо всех сил, и рюкзак перекочевал к нему. Валяжный и спокойный. Противно сказать, он заглянул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да? У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Ты её забыл на подоконнике, дебил тупой. Ща погляди, может это был... Опачки! Ромка многозначительно ухмыльнулся. Дневник, тетрадь. Так, так, а что это у нас здесь? Учебники, тетради полетели на снег. Крючок хранил. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное, напоминающее... Маску. Он поднял её высоко, словно... Показывая кому-то ещё, кроме нас, кому-то... В кронах, в сумерках за деревьями. Старая маска зайца. Длинные, потрёпанные уши. Едва заметно нарисованный нос и усы. Облезлый мех на щеках. Откуда бы ей было взяться? Подбросил кто? Семён Холхотнов. Новый год уже прошёл, мудила. Слушай, ты мудазон, затнись ты на нахрен. Или ты реально поехавший? Это не моё! Да как не твоё, э? В твоём портфеле лезала на! Ромка наблюдал за этой сценой, ехидно улыбаясь. А знаешь что? Надевай. Зачем? Надевай, говорю. Попрыгаешь перед нами, зайчик. А не полетите нахрен. Давай, давай! Или без останов, домой пойдёшь, нахрен. Только не это. А если мимо кто-то из нашего класса пойдёт? Надену. Сема, надень-ка на него. Пяша услужливо подскочил. К приятелю взял. Облупленную маску. Отвесил шутовский поклон. Затем Передал её Симону, уже Блин, что так ярко-то. Уже протиравшему руки В нетерпении. Я углянулся на сосовый. Слов дождал помощи. Ждал, что тени Ползающие вокруг нас Жарятся и займут мою сторону. Ветви напоминающие Изломанные под страшными углами руки. Почерневшая кора Была Обварившейся кожей. А Сема гарью. Не убегу. Не успею догнать. А не успею догнать. Тогда... Только учти, Сёма. Если он скакать не станет, Ты сам за него поскачешь. У-у-у. Этот чмошник и не станет? Да поглядя на него, Он же дурик конченый. А ты себя-то видел, Жордяй? Этот дурик Тебе уже раз в жбан зарядил. Мох, понял. Ромка прав! Давай, толстый! Восстанавливай авторитетно! Или сам у нас запрыгаешь, Так что, Тетяндра отцепится! Значит, они Вправду Боится Ромку. Семён Выругался под нос. Злобно фыркнул на меня. Что вот? Это чтобы маска хорошо налезла. Ты что, охренел? Он смачно хоркнул В заючную морду И поднёс маску к моему лицу. Плевок был похож на Раздавленного паука. Ромка как-то По звериному дернулся, Скривился, Хотел что-то сказать Семену, Но промолчал. Семён трёсся рядом. Омерзительно. Скалясь. И опаляя меня Вонью из пасти. Надевай, бара! Пошёл на! А ты урою! Заройся. Маска словно Бы Стала ещё Отвратительнее, Злее. Но Вопреки всему Казалось, Она могла подарить мне спасение. Стать второй кожей. Только Примерь. Только Коснись лицом Её Твёрдой Буристой поверхности И мех Засеребрится Уши Сотрепещут Живыми мышцами. Стоит ли надеть И Семёна С компанией не станет Навсегда. Так, чё надеть? Простать его, конечно, Нахрен этого Мудозвона. Почему-то Ромка Недовольна Семёном Меня Расхрабрило. Что-то у них было не так В банде. Старые разногласия Мне бы Хотелось Расковырять эту рану. Пролезать бы В их головы. В их черепа. В их Тём Тёплые мозги. Хуя, Он чуманек. Вот это вот Превьюшечка Отличная. Надо делать Скрин, Ребята. А им Секунд Всё, Скрин сделан. Теперь можно Продолжать. Я уже что-то Устал говорить немного. Знаешь что, Семёна? А иди-ка Ты нахуй. Собственный Голос Ровный Твёрдый Удивил меня. Я сделал шаг Вперёд И тихо И спокойно Отчеркнул Во, Красиво. Мир Словно Поставил На паузу, А через секунду Разморозило Зрачки Семёна Расширились Маска Выпала Выпала Из месистых рук Он Некоторое Время Оттуплённо Переваривал Сушное Будто Тужился Решить В уме Сложное Уравнение И судя По пульсирующему На лбу Вене Ответ Приводил Его В бешенство Остальное Остальные молча Наблюдали За нами Предвкушая Скорую Расплату Ты Ты Я Петров Не, Живой Очки Одень В дебрях Зазевали Ледок Срываясь Ветвей Звук Напомнил Мелодичный Смех И тут Я услышал Шёпот Из крон Из нор Из листных Берлог Будто Были Лиса Притаившись В сугробе Словно Суфлёр Из будки Старался Досучаться До меня Не Испуганная А с весёлым Дневным Голосом Так Представлялся Мне этот Жуткий Тихий Гул Я Уставился В проём Между Деревьями Опа Лиса Проскочила Там Мелькнуло Рыжее Пятно Лиса Настоящая Обыкновенная Лиса Выступила Из-за Кустарников Я Моркнул Ошарашено Я вот это Тоже Хочу Скриншотить Всё Скриншот Так Животное Припав на живот Буровило меня Горячими глазками Пушистый хвост Снова по снегу Разбрасывает белую пыль На меня смотри Падла Я смотрел мимо На лисичку Которая улыбалась Мне Оскалившись Она рыла нору В сугробе Двигая лапками Так Будто Танцевала Острая Морда Была Вот Тоже Привьюшка Нехилая Сейчас Скриншотим Всё Острая Морда Была В снегу Усики Подёргивалась Оскалившись Лиса обнаружила Частокол Желтоватых зубов Лиса Припала Переда Ещё ниже К земле Сверкающей Плошки Глаза Налились Расплавленным Серебром Я перевёл взгляд На Перекушенное Лицо Семёна Он Он что-то рычал Я не понимал Что Лиса Пошла задом Наперёд И скрылась В темноте А из леса На меня Дохнуло Шёпотом Среди Заткнуться Я Хлоп Хлопнул Рукой По щеке Прогоняя Чужой голос Но Смысл Послание Осталось На Подкоре Подсказка Мой шанс Я уставился На Переносицу Хрюкающего От злобы Семёна И проговорил Заткнись Свинья Семён будто Семён будто Парализовала Словно Экстрасенс Алан Чумак Загипнотизировал Его Лишил воли Во рту Возник прикус Олесиной швачки Ягодный Трепкий Я словно Вытянул Карту Из-за Зелёной Колоды И она Оказалась Козырной Мозг Работал На Пределе Возможностей Словно Киношные Титры Прометнули Словно Полина Полины О том Что после Переезда Характер Семёна Испортился Пазл Сложился Козырь Полетел В прыщавую Физиономию Я говорил Вальяжно Растягивая Слыги Есть у меня Подозрение Ты не просто так Перевёлся В новую школу Сбежал Да Как крыса Сбежал Ага Потому что Сверстники Бывают Жестокими С теми Кто не такой Как они С теми Кто толще Их Например Слабее И ты Решил Издеваться Над другими Как издевались Над тобой Я видел Как Дёрнулся Кадык Семёна Словно Перезарядил Помповую Винтовку Ты Отыгрываешься За старые Обиды Хочешь Казаться Тем Кем Не являешься Но знаешь Ничего Не меняется По щелчку Пальца Знаешь Кем Ты Был Лес Затаил Дыхание Слушая Наслаждаясь Знаешь Кто Ты Есть Пацаны Сука Бяша Шагнул Было К приятелю Но Ромка Осадил его Хлестнув Властным Взглядом Тот Ориентировался Сунув руки В карманы Продолжай Тоха Слова Ромки Рикошетили От шершавых Стволов Знаешь Кем Ты Будешь Всегда Семен Беспощадно Озирался Второе Имя Настоящее Имя Которое Дали Тебе Одноклассники Откуда Ты Теперь Ромка И Бяша Смотрели На Семена Как на Добычу Даже Показалось Что Облизывались Свои Сухие Губы И Ветер Тоже Облизывался Гоняя Вдоль Дороги Мои Разбросанные Тетради Свинья О Мой Громкий Крик Эхом Полетел По лесу Деревьям И Оврагом Он Понравился Эхо Повторило Удвоило Утроило Возглас Ромка Оскользился Блеснул Субами Руки Семена Упали По швам Глаза Намокли А я Воспользовался Преимуществом И Тащили Мерк Красиво Ударился Всего Размаху Гораздо Сильнее Чего В первый раз В школе До Хруста Впечатал Кулак В его Испуганную Физиономию Прещав Прещав Щеки Заплясали Под Костяшками Как Поверхность Киселя Охнув Семен Плюхнулся На Заледеневшую Дорогу Он Держался За ушибленное Место Не Понимая Что Происходит И Как Так Вышло И Глядя На него Я Понял Что Я Улыбаюсь Толстяк Наконец Очухался Скочил На Ноги И Скорчил Яростную Гримасу Бросился На Меня С Кулаками Но Я Разгоряченный Игрой Снежки Ловко Увернулся А Че Это Такое Говно Он Полетел На Снег Неудачно Приземлился Прямо В Кучу Свежих Собачьих Какашек И Обиженно Взвизгнув Хай Красава Тоха Думал Ты Сосунок А Вон Как Жордяя Удел Семен Захмыкал Осознав Всю Гибель Своего Положения Сука Че Я Бабушке Теперь Скажу Она Ме Убьет Когда Увидит Что Увидит Чего Ты Чего Ты там Скулишь Тебя Спараши Не Слышно Четные Потуги Семена Снегом Очистить Дубленку Вызвали Убящий приступ Веселье Я Тоже Улыбнулся Криво Зло Мастевый На А ну Вставай И скачи Как Зайчик Только Желательно Подальше А то От тебя Уже Дерьмом Несет Фу А Чего Он Хрюкнул То Идите Вы Все Нагер Его Красные Заревные Глаза Остановились На Мне Не Успел Я Стереть Улыбку С губ Как Семен Налетел Коршуном Вцепился Мне В лицо С крюченными Пальцами С Грызанными Ногтями Фу Я Пнул Куда-то В слой Жира Под Дубленку И мир Лишился Четкости Расплались Контуры Черных Деревьев Затуманились Лица Одноклассников А что На это Скажешь Сука Ах ты Крыса Он Победно Поднял Руку С моими Очками Но Триум Длился Недолго Потому Что Мы На этом Закончим Продолжение Вы увидите В следующем Выпуске Всех Люблю Обнимаю Всем Спасибо За Просмотр